Итак, всем привет! Мы находимся в городе Королеве. Заехали на готовый объект, сдали его еще до Нового года, но приехали снимать только сейчас. Ну, вкратце, давайте, здесь у нас такая двушка, везде на синевом примыкании Еврокрафт. Здесь выполнена ниша под встроенный шкаф, здесь будет. Решение, в принципе, практичное, правильное. Единственное, сколько мы такого не делаем, надо очень хорошо выводить уровень гипсового потолка. Потому что бывает, что заказчик просит сделать вот так вровень, две плоскости, мы делаем, получается, там, либо коромысло, либо, наоборот, пуклость, либо выпуклость. Здесь сделано, в общем, все хорошо, примыкание выглядит корректно и правильно. Здесь выполнены вот такие вот парящие стенки, довольно сложные тоже примыкания, долго прорабатывали, переход парящего на краба, делали, везде остальное, флекси-флай, и он соединяется с крабом. Трековые светильники здесь от центра света, заказчик их приобретал сам. Треки центросветовские везде мы поставили, да, сам светильник, вот, приобретен только один, чтобы можно было везде его попереносить, посмотреть, сколько еще надо добавлять. У нас есть одна вот такая комната, вообще все сделано в таком минималистичном стиле, стены вот этой белой цветом так и останется, да, причем мы работали по покрашенным стенам, я специально тоже и заказчик, неужели мы, ребята наши, делали вот по таким стенам? Да, мы делали по покрашенным стенам, и все, нигде никакого вообще даже пятна я не нашел. Также трек от центра света, ну, понятно, планируется кровать, соответственно, трек находится в ногах, и будут куда-то направлены светильники. И также сделана ниша под шкаф, но здесь уже не заподлицо, плоскость выводили, вот, поэтому здесь проще. Вот здесь с торцов у нас установлен брус от компании Flexi с рассеивателем, с поликарбонатным рассеивателем. Ну, в принципе, он дает хорошо свежоцвета, мы и раньше его использовали, но раньше он был, то есть у него не было своего рассеивателя, и приходилось оставлять голый алюминий, в редких случаях красили его белый цвет, то есть, соответственно, вешалось шторы, и все это прикрывало. А сейчас можно установить поликарбонат, и, в принципе, даже без штор он выглядит симпатево. Ну, и, понятно, парящая стенка. Санузел на керамограните. Вот по санузлу, честно, здесь получается вот раз парящая стенка, два парящая стенка, но за счет того, что он темный, смеситель темный, плотиносушитель темный, плитка, в принципе, темная. Вот, в моем деле, как будто не хватает еще одного светильника. Да, то есть, здесь такие двойные поворотные светильники стоят, ну, закачивай, ок, ок. Здесь выполнена вытяжка, это нестандартное решение, собирали на месте, просто идет кабель-канал, его разрезали, и сюда уже приставили закладную под магнитную вытяжку. Ну, прогерметили ее со всех сторон, и все, вот она вот таким образом осталась. Кухня. Здесь также у нас, да, вот этот коридор идет с парящими стенами. Парящий здесь тоже он сделан не то, что там целиком вкруг его сделали, да, а его делали просто вот, какие-то определенные стены. То есть, другого освещения нету. Опять же, в принципе, это минимализм. По свету, вот, лично мне как будто не хватает, вот, но такой свой интерьер все равно получается. Будут треки, будет больше света, вероятнее всего, будет ок. Также у нас выполнен парящий потолок, не парящий, теневой потолок везде. Также выполнен угловая ниша под шторы с рассеивателем. И также стоит центросветовский трек, встроенный. Вот здесь вот у нас есть косячок на углу, на внешнем. Вот. Это сейчас заехали уже тоже заказчики. Причем, ну, столько времени, никто не замечал, то ли он не сразу появился. Ну, вот, в общем, сюда еще приедем на сервис. Еще увидимся, как говорится. Ну, здесь буквально надо погреть его, немножко растаскать. То есть, просто с собой ничего нету. Так, и вот такая вот у нас есть гостиная. Тоже очень здорово. Здесь вот отдельно хочется отметить работу гипсокартонщика. Вот. Здесь очень вот так вот хорошо все вот эти ниши выполнены. Я смотрю, то есть, ничего. Хотя, в принципе, это не новостройка, поэтому, наверное, ничего еще не треснуло. То есть, ни на шкафах, ни здесь. Ну, вот. Вот таким вот образом. Два, соответственно, центросветовских трека. Вот. Парящая стенка. И также ниша с подсветкой. В принципе, вот такой вот минималистичный, но в то же время из-за вот этих вот треков, из-за вот этих ниш, из-за паряжки, из-за вот этих сложных узлов, из-за того, что у нас по всему периметру теневой, довольно все равно замороченный объект. И на его изготовление ушло, не соврать, пять, дефис, шесть дней. Могу сейчас ошибаться. Ну, немало времени, скажем так. Хотя, в принципе, каких-то особых здесь задач нет. Просто надо было работать аккуратно и со сложными профилями. Сейчас братан красиво здесь летает, все вам показывает, и мы поехали дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова